И, собственно, Надежда подведет итоги, да, сутья будет оценивать работу грумера, ну и потом, я так понимаю, награждение у нас тут задумано? Да, безусловно. Любой труд должен быть оценен по достоинству. Пойдемте дальше, может быть, познакомимся со следующим грумером и со следующим животным. Как зовут вас? Лена. Лена, я знаю, что вы тут активно у нас участвовали в викторинах, я вас готовил именно к этому моменту, я был уверен, что вы на сцену обязательно выйдете. Надя, что это за порода у нас сейчас, и есть особенности в уходе? Да, безусловно, это гордость России, наша аборигенная русская порода, порода сибирская, но в таком окрасе Color Point называется эта порода Невская маскарадная, правильно, Леночка? Спасибо большое, все, мы все заметили для себя. Переходим к следующему мастеру, переходим к следующему столу и к следующему животным. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Мойка. Ольга, у вас тоже мейн-кун, правильно, я понимаю? А окрас? С белым. Мраморный в серебре с белым. Надь, ну, про мейн-кунов мы уже достаточно много знаем, посмотрите, пожалуйста, что у нас за нюансы, что бы вы исправили, вот как бы для себя, да, какие бы вы внесли коррективы. Да, я сделала заметочки. Отлично. Вот, удачи, переходим к следующему мастеру, переходим к следующему животному. Ах, какая красота у нас представлена. Эти ваши трехдюймовые глазки, я в них прям пропадаю. Как зовут вас? Ань. Ань, скажите, пожалуйста, вы прям вот сразу, уже увидели, что нужно будет сделать с этой кошкой? Понимаете? Что за порода? Сибиряк тоже. Тоже сибиряк. Надь, что вы скажете? Я скажу, что это также аборигенная порода, также в колорпойнтовом окрасе, это не просто сибиряк, это также немская маскарадная. Прекрасно, совершенно у нас сегодня конкурсант. Подбор какой, да? И, подождите, тоже мейн-кум? Маленький, но очень-очень перспективный, давайте говорить так. Как зовут вас? Светлана. Ну, удачи вам, собственно, как и всем нашим участникам этого нашего конкурса в конкурсе. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать, хотя нет, не раскрывайте всех карт, тут же конкуренция в конце концов. Надь, есть ли какой-то нюанс именно в данном случае, вот с этим животным? Это молодое животное, порой, в таком юном возрасте, кошки, особенно аборигенных породов, нуждаются более тщательной подготовки, нежели чем многие взрослые. То есть, мы можем сказать, что Светлане повезло в кавычках. Да, я боюсь, что да. Удачи вам. Ну, смотрите, что же касается непосредственно самого конкурса. Для того, чтобы подготовить животное, нужно много сил, много времени. В рамках нашего конкурса, в рамках выставки Гран-при Роял Канин 2014, мы отводим нашим грумерам не больше, не меньше 30 минут. Да, совершенно верно. И обратите внимание, пожалуйста, что это не салонный груминг, а именно шоу груминг. Все наши замечательные, пушистые участники после нашего конкурса войдут на свои судейства. На ринге. Да. Вот как здорово. Значит, тогда есть шанс практически сказать, что вы были соучастниками того, как, собственно, да, обычная кошка стала чемпионом. Посмотрим, что получится в итоге. Готов ли наш судья, может быть, судью тоже представим, Наташа? Не будем представлять судью? Нет. А, давайте так. Мы не будем сейчас запугивать наших участников, мы не будем говорить, кто судит этот конкурс, потому что судья уже спрятался в зале. Потому что он уже следит за тем, как вы будете работать. А уж мы с Надей постараемся придать такое шоу этому событию. А краску? Мы это можем. Ну что, кто у нас там засекает время? Я подойду к нашим помощникам с другой стороны. И напомнить хочу, что ровно 30 минут отводится на то, чтобы подготовить животное. Готовы? Поехали. 30 минут пошли. Время пошло, друзья мои. Готовьтесь, пожалуйста, начинайте, приводите животных в идеальный шоу-вид. Надь, год прошел с прошлой выставки. Расскажите, пожалуйста, нам сейчас о новинках, которые появились. За это время. На вертикаже что-то есть. Вы знаете, за этот год мне удалось посетить огромное количество зарубежных мастер-классов. Для себя, не только я, но и многие мои студенты, мои компаньоны, почерпывали очень много нового. И многие брендированные косметические фирмы сейчас выпускают линейки не универсальные, которые для кошек, собачек, домичков, которые выпускают эксклюзивные, исключительно филино. Линейки. То есть только для кошек. Только для кошек. Я уж было подумал, что они выпускают монопородные, для мейн-кунов одно, для ориенталов, допустим, что-то другое. Или наверняка уже такое по окрасам больше. Вы знаете, вы в чём-то правы. На самом деле есть не прямо по бородам, но очень чёткая градация прослеживается в каждой из этих линий. Например, есть средства, которые делают шерсть персидской кошки. Пушистая, как облачка, есть шампуни, есть преги и огромное количество всевозможных средств, которые делают шерсть обыкновенных кошек. С как раз вот их совершенно потрясающим природным таким плащом. Мантию, как мы когда-то замечали на выставках уже. Есть отдельные линейки для рексовых породов. У нас очень популярно в разделе рексовые породы кожи. Они закручиваются ещё сильнее, так сказать, и флоковы. Да, совершенно верно. Но могу сказать, что мало знать эти линейки, пока не начнёшь это практиковать, и пока это не будет видно хорошего результата. Надя, такой вопрос. Сколько времени может уйти у любителя, который хотел бы стать грумером? Сколько нужно учиться этому искусству? Вы знаете, любой профессиональный грумер, любой человек, который может иметь институты свои, который может обучать миллиарды людей, это процесс бесконечный. Невозможно сказать, стоп, я всё знаю. А вот для того, чтобы приступить к практике, вот такой вот я поставлю его сейчас в контексте. К практике любой институт. Даже если он пришёл к новичок, безусловно, к новичок начинается с элементарного базового курса. Базовый курс — это научиться расчесывать? Нет, это знание кошачьей анатомии. Вот как. Вот смотрите, смотрите, как это всё правильно. То есть мы-то приходим к нашим парикмахерам, и не всегда мы даже не удосуживаемся спросить, знает ли он вообще анатомические особенности черепа человеческого, да? Не только череп, а? А там, да, уж если учесть, что у кошки шерстяной-то покров, да, совершенно другой, всё тело покрыто, поэтому... А вот, кстати, такой вопрос, вот мы раз уже заговорили. Вот у сфинксов, у которых практически отсутствует покров, да, вот такой волосяной, у них тоже есть какие-то грубинг-действия? Вы не поверите, со сфинксами гораздо сложнее работать, чем с пятью мейн-кунами. Да почему же? А я объясню, всё элементарно и всё очень просто. Момент номер один. У сфинкса нет шерсти, и любая царапка. Ой, волдырик, прыщик, то есть, как любая аллергическая реакция, на нём всё видно. Даже видно то, что если наш сфинксом легал подача, он загорает поистине как зебра. То есть, сфинксов нужно мазать солнцезащитными кремами? Спрейми, не жирными. Вот, кстати, к вопросу о том, что не крем это должен быть, а спрей. Надя обратила ваше внимание в самом начале нашего разговора на то, что существует специальная линейка для ухода за шерстью животного. Никогда не применяйте средства для ухода за волосами для людей на своих животных, не экспериментируйте. Да, совершенно верно. Это мы с вами в отель, к примеру, на выставку кошек имеем в руку только кошачий шарпуль. Абсолютно спокойно, безболезненно мы можем применить себе. Вы о человеке сейчас говорите, да? То есть, заботчик может помыть себе голову, что мы будем для кошек. Да, а там и не можем помыть. Ни в коем случае. Даже самые нежные детские какие-то там, которые не щиплют глазки. Мы не можем использовать для наших любимых кошек средства, которые для них не предназначены. Это имеет, к сожалению, порой катастрофические последствия. Ну, ни для кого не секрет, что, знаете, pH-фактор тот самый, да? Абсолютно разный у человека и у кошки, поэтому его очень важно соблюдать. Малейшее раздражение приводит к тому, что кошка теряет вообще абсолютно не то, что шоу вид, а в принципе визитабельный вид, и она выглядит ужасно. Да, мы с вами не закончили беседу, первое такое, про нашего сфинкса, про голую кожу. Я думаю, что многим будет это интересно. Но пушистики и так, у меня все понятно, у всех есть уши-классная шерсть. У сфинксов порой не бывает гибрисов, то есть, есть только наметки. Они бывают абсолютно практически резиновые, резиновая кожа. Проблема всегда заключается в том, что как раз если элементарное кожное сало, оно остается в наших пушистиках, в подшерстке мы это не видим и чувствуем тактипно. То у сфинкса, вот, какого бы ни было, всегда свой сфинкс, данный, сфинкс, твитер-бук, во всех вариантов голых кожи мы сразу это видим и ощущаем. На поверхности, конечно. Безусловно. И теряется внешний вид этой самой кожи, то есть какой-то не очень опрятный вид получается такой. Да, а я всегда акцентирую внимание на хладице, качестве участков. По той простой причине, что не только сфинкты загорают, но кошки цветных окрасов, они выцветают. Выгорают на солнце. Выгорают, совершенно верно. Например, черная кошка становится бурой, голубая кошка становится грязного цвета, мокрого асфальта. Ого! Это происходит элементарно из-за воздействия прямой солнечной ночи, разрушается пигмент, разрушается белок. То есть устрофиоритовое воздействие как на кожу человека, так и на шерсть. Любой разрушенный белковый фраклин, это процесс отъяснения, к сожалению, который имеет буро-конечневый спектр цвета. Вот и все. И тоже есть специальные спреи, которые защищают от выгорания? Да, совершенно верно. Которые есть спреи, которые защищают не только от выгорания, но и позволяют удержать влагу внутри волоса и самой бутикулы. Это очень важно. Почему? Потому что мы даже по себе люди знаем, что если выходит влага из волоса, она становится ломкими, хрупкими, блеклыми какими-то, некрасивыми. Мне очень приятно смотреть на такую картину. Да. А что касается животных, то тут еще сложнее. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, знать. Вот сейчас вы все больше пользуетесь средствами для ухода нашего производства или импорта. Вот можно сказать, что мы-то уже научились производить правильные, хорошие вот средства? Да, мы действительно научились производить некие средства, но, к сожалению, сама по себе технология, наука о кошках в России не так давно. Ну, как, например, в той же Америке, в Юго-Восточной Азии, в Юго-Восточной Азии есть огромное количество, просто культа, количество культа, огромных. Они-то относятся к кошкам несколько иначе, чем у нас, да, вот отношения? Жаркий климат. Ага, еще и вот это, и влажный плюс ко всем еще. Плюс кондиционированные помещения круглогодичные. Животные, которые там живут, они нуждаются в регулярном друбинге, в регулярном уходе. С ума сойти. Хорошо, ну вот у нас вот очень такие шерстяные породы представлены, да? Мы можем сказать, что есть специальные средства, которые позволяют не образовываться вот... Колтунам. Колтунам, да, вот прям так мы их и называем. На самом деле, любая кошка, имеющая шерсть, даже если самая крупношерстная, она все равно имеет ни одно количество подшерстника. Именно он образует текут. Ага, совершенно верно, потому что глазки поджерстка имеют терапевитную структуру. И отчего она с другом это поводит? Элементарно от достатка гигиенических процедур всего лишь. То есть, если не расчесывается регулярно животное? Не моется. Даже так? Хорошо, тогда к вопросу о том, мыть, не мыть. Как часто можно купать кошку? Ну, приблизительный цикл регулярной гигиенической нормы раз в 28 дней. Это минимум. Меньше, чем в месяц, да, получается? Да. Почти раз в месяц, очень меньше. Но я скажу другой момент. Животное, которое постоянно выставляется на воздорожье, есть закон груменных кошек. Есть раз в неделю мытье, есть шуба. Один раз в сибири. Хорошо, а вот в сибири время года, как быть, есть же вероятность того, что животное может просто простудиться? Абсолютно никакого риска нет. Мы же с вами не в суброгах, которые моем. Мы моем специально оборудованных помещений плюс кружек сушим феном. А в домашних условиях? В домашних условиях сушим кошек феном. Обычным человеческим? Нет, специальным для животных. Чем он отличается от нашего фенка? Фены профессиональных для животных отличаются, во-первых, очень мощным потухом воздуха и минимальной, практически, комнатной температуры. Так, безусловно, всегда любой профессиональный грунер отдаст предпочтение феном с регуляторами температуры. Но ни в коем случае даже пользуясь домашним феном нельзя использовать этот фен по полной мощности. А вот почему мы говорим о максимально мощном фене, скажем прямо сейчас, я знаю секрет. Я думаю, что вам тоже интересно. Казалось бы, возьми обычный фен и высуши кошку. Нет, нужен именно мощный, и вот почему. Все на самом деле элементарно. Мощный поток воздуха, он распрямляет вот эти кучерявые, скромевидные полоски поджерстка. И именно правильная помывка и элементарная сушка. Когда они взамен у вас буквально небольшое количество времени, раз в некий период. Но это единственный правильный и верный способ справиться с колдунами. И еще давайте не забывать вот о каком факторе. Вообще, купание для кошки это такой стресс. Но если она не приучена, да, вот, мне кажется, все равно она все-таки переживает. И чем быстрее вы высушите кошку, тем тоже ей, мне кажется, удар на пользу, не навредит. Вы знаете, здесь, безусловно, кожа. Мы всегда учитываем индивидуальный темперамент, индивидуальную, каждую конкретную кожу. Но любой заводчик, он всегда должен мотивировать не только в своем питомнике, но и прививать правильность, гигиены, первым всего, новых родильцам, будущих своих котят. Ведь маленькие котята начинают купаться с того возраста, когда они начинают с нами кушать. Ага, вот, как видите, тоже время, как показатель того, что, в принципе, можно купать. Мама перестает его кормить молоком и практически вылизывает. Совершенно верно. Вот почему, понятно. Смотрите, я вот смотрю на эту нашу вот мягкую маскарадную, и я поражаю. Спокойствие просто животное, что с ним только не делают. И что-то на него брызгают, а что-то там вычесывают. И как-то его переворачивают. Спокойнейшее состояние. Тут, мне кажется, какого стресса особо не испытывает живот. На самом деле, это совершенно правильный темперамент у правильных котов. Что такое правильный? Безусловно, это забавная воздушная на слух. Воспринимается, но животное, которое не раз получало такие процедуры, оно просто, например, абсолютно привыкло к обществу, привыкло к различным запахам, к шуму. Как воспитывается этот раз шоу в кошке? Ну, чем больше у нее контакт с разными людьми, скажем так, да, тем спокойнее она себя и увереннее чувствует на выставке. Потому что уж на выставке, ты знаете, разные судьи берут в руки, вот за стюарды выносят, да, их абсолютно чужие, незнакомые люди. Но, тем не менее, кошки ведут себя очень достойно. Обращаем внимание к грумерам. Давайте посмотрим, сколько времени у нас осталось из тех, отведенных 30 минут. Теперь скажите мне, пожалуйста, осталось 17 минут с половиной, чуть меньше. Поэтому давайте ориентироваться на это время. Но у вас еще чуть больше половины времени. Что еще мы можем рассказать? Вот, может быть, на примере, кстати, вот тех средств, которые используют грумеры. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот чем тут брызгают, чем тут расчесывают. Ну, если делают совершенно все правильно. Вот я вижу, что кошечку нашу делаем объем. Простите, да, я вас не трогала. Да, это котик замечательный. На самом деле, это не просто какие-то брызгалки, а применяются технически. Необходимая средка для конкретного типа шерсти. Это могут быть и текстурные спреи, которые как раз дают структуру планщика. Это могут быть антистатические спреи. Не забывайте, друзья, у нас сейчас с вами зима. И статика просто катастрофична. Не только у людей это происходит, а уж у животных-то с такой шерстью, тем более. Это как бы, да, это в принципе нормально. Есть также специальные спреи, которые являются оптическими усилителями окраса. И это часто применимые спреи. Но это не красящие вещества, мы сразу говорим. Это абсолютно прозрачные спреи, которые всего лишь навсего преломляют цвет. И мы видим цвета в более ярком спектре. Отлично. Я знаю, вот я обращал внимание наших зрителей на тот факт, что очень часто у, особенно, кошек с белым окрасом, да, вот возникают такие вот заеды, да, вот в районе рта. Вот они меняют цвет такой желтый, переходят не очень красивый. Это тоже можно исправить, правильно? Это элементарно исправляется всего лишь за несколько умываний правильными шампунями. Почему это происходит? Я думаю, что вы помните в начале нашей беседы, почему выгорающая кошка имеет курый оттенок шерсти. Сфинкс, опять-таки, если он загорает пумы, так же коничными становятся. И всему виной процессы окисления, которые имеют ту раздельку. Осталась слюна около мордочки, остаток еды. Все это окислается. Ну, это, опять же, анатомия, правильно, да? Потому что что такое волосок, да, вот шерстяной? Это же чешуйки, в которые, собственно, попадают частички воды, еды, слюны, и там они окисляются и придают этот оттенок. Совершенно верно. На самом деле проблема это бывает не только на мордочке. Очень часто мы с вами видим, это у белых и светлых животных в зоне паха, в зоне задних лап и в зоне хвоста. Да, 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 да. Согласитесь? И на самом деле все это действительно очень просто. Убрать всего лишь за 4, максимум 5 процедур правильной помывки. Если верить. Не купание целиком, а именно этих частей? Нет, именно целиком купание с акцентом на проблемной зону. А акцент как мы делаем? Мы более тщательно моем эту часть или есть специальные усиленные? Усилители, определенные специальные препараты. Которые проникают сильнее в тишину. И которые разъедают окисленные эти продукты. И выводят, собственно, их. Совершенно верно. Вы их просто физически вымываете. Что касается мордочки, мы можем вымывать мордочку первую неделю, каждые 12 часов. Также существует одна совершенно замечательная вещь. Многие это знают. Существуют другие груминги у сова. Для кошек тоже купили специальную защитную прозрачную пудру. Ух ты! Да. То есть пудра не позволяет питаться и оглизляться каким-то белковым фрагментом. Нань, скажите, пожалуйста, а вот, грубо говоря, ну вот как люди, да? Вот мы проснулись, умылись, почистили зубы, пошли завтракать. Если к животному применять немножко другую схему, животное просыпается, хуже, мы его умываем. Теоретически, и, наверное, было бы более правильно сказать следующее, что очень важно понимать анатомическое строение. Есть животные брахицефальный пород, плоскомортики, персы и яйцо, которые, безусловно, нуждаются гораздо более тщательно в нашем уходе. Именно наша помощь им нужна больше. Безусловно, безусловно. Если эти животные имеют, как вы знаете, очень короткие мордочки, коротенькие носики, не всегда широкие, огромные глаза, не куклы, естественно, у нас есть нормальные абсолютно для этого типа животных физиологические выделения. И даже если кошка себя будет умывать, облизывать и облизывать, помогать себе лапами, то у нас все лапы такие же будут, в жёлтой конечне. А вот откуда появляться на лапах? Совершенно верно. А если говорить не об экзотических, не об экзотах, а другой тип, не плоскомордые, допустим. Да, хорошо. Те же мейн-куны, я не знаю, или те же сиамы. Вы не забывайте, что мейн-куны норвежские лесные, сибирские кошки, курицкие бактейлы, это кошки оберегенных мород. Да, безусловно, мы уже сделали из них, мы укрепили настоящую домашнюю кошку, но у неё в любом случае есть её природные задаты. А есть породы мутационные, то есть породы связанные с определённой мутацией. Есть те же кудрявые кошки, те же, например, весновыхие кошки, те же полные кошки, у которых в любом случае это мутация, а действие шерсти. И с оберегенными кошками все процессы, как раз вот именно гигиенического ухода, они сведены к минимуму, так как это природа заложена. Чем сложнее порода, с точки зрения мутации, тем больше мы за ней ухаживаем. Отлично. Обращаю внимание наших грумеров на то, что осталось 11 минут, чуточку больше. Но я смотрю, большинство уже переходит, можно сказать, к финальной части. Ну, похоже на то. Вот теперь, кстати, к вопросу о том, одно телосредство, да, это вот какая-то специальная там... Косметика. К будра, косметика, да, которая используется. Другое дело к инструментам, которые используются. Надь, скажите, пожалуйста, ну, мы уже с вами говорили неоднократно об этом, я знаю, а вот для наших зрителей, наверное, было бы полезно узнать, какие специальные расчески, щетки, не знаю, там, кисточки применяются в груминге. Вот пока как раз наш участник делает мейн-куна, делает, это профессиональный термин, я думаю, понимаете, делает профессиональный груминг мейн-куну. Ну, как раз вот можно в камеру показать расчесочку вашу. Расческа очень тонкая, с натуральной щетиной, вот в данной ситуации она применима для полировки плаща, так как порода аборигенная. Такой расческой прочесать... Спасибо большое. Такой расческой, например, прочесать до основания невозможно, потому что шерсть у аборигенных пород очень плотная. И мы можем поработать такой расческой только по плащу. Но, тем не менее, она приходит в идеальный вид плащ, потому что убирает под шерсть, которая мешает. И плюс закрывает чешуйки, и еще с помощью специальных спреев мы усиливаем и окрас, и делаем как раз этот плащ правильным, глянцевым, глянцевым, глянцевым. И поистине животное у нас имеет какой-то свой натуральный, природный вид. И у меня следующий вопрос. А за счет чего эта щетка достигает вот этой цели, да? Какие же там ворсинки? Как правило, применимы два-три вида натуральной щетины. Самая популярная с точки зрения круминга кошек – это кабан. Щетина кабана. Да, ладно! Да, на самом деле. Кабан, он достаточно жесткий, но он позволяет сделать такое микропрочесывание, я бы сказала, исключительно по верхнему слою плащика. А вот чтобы как раз прочесать до основания, чем длиннее шерсть, тем длиннее должны быть и реже зубья. Ага! Ну вот, как вариант. Вы видите, у нас разные зубчики на расчесочке. А вот здесь вот одинаковые, смотрите, вот на этой расческе, да? Разная ширина зубца, разная длина зубца. Но здесь могу сказать, что есть особенность разных пород. Есть, например, кошечка британская короткошерстная, которая является короткошерстной породой, но у которой очень-очень густой и плотный подшерсток. А есть короткошерстная кошечка, например, посочная кошечка, сиамо-гентальный, у которой подшерстка практически нет. И эта шерсть, она припитает плотно-плотно. Естественно, британской расческой просто-напросто мы не сможем расчесать мантана-ориентала. Она просто проскользит все. Но мелкой расческой, совсем крошечной, мы никогда не сможем прочесать британский. Согласен. Вот я вот вижу здесь, вот это металлическое, да? Правильно же? Это же не пластик, ни в коем случае. Для кошачьей шерсти, вот обратите внимание, у всех наших участников расчески в виде крепней всегда имеют как раз... Они могут иметь пластиковый либо каучевый основание, но они... Для удобства грумера, да. Но они всегда металлические, причем любой профессиональный грумер, он очень тщательно выбирает качество этого металла. А что такого должно быть в этом металле? Он должен быть какого-то специального, не знаю, сплава там, или антистатический какой-то должен быть, вот сама расческа. Может быть, ее заряжать нужно от магнита, чтобы она как-то так по-другому себя... Ну, на самом деле, не от магнита, не от розетки заряжать, нам это не нужно. Важно, чтобы инструмент профессиональный был хорошего качества, по той причине, чтобы, допустим, некая эмаль и краска не скалывалась. Легкий скол на даже едином зубчике расческа он приведет к повреждению шерсти. И это уже неправильная щетка, ее, собственно, нужно выбрасывать. Совершенно верно. Нет, нет, у них есть вот таких щеток применения. Мы можем, например, такой щеткой почистить кошачий домик от шерсти. А, да, вот шерсть, которая выпадает, ее можно собрать. Отлично, здорово. Так что не надо сразу выбрасывать. Ну, я имею в виду, что мы больше не применяем это. Кошки уже не расчесываем. Нет, нет. Так, что у нас дальше? Давайте посмотрим здесь. Результаты мы еще не подводим, мы еще пока только смотрим. Вот, кстати, полюбуемся. Кстати, вот о щетках, да? Вот это, что за щетка такая? Это инструмент, называется, пухотерка. Вы видите, из окна, это разные тонкие, я бы сказала, зубчики сделаны вот таким вот образом. То есть они загнутые такие, да. Буквы такие. На кончике каждого зубчика капелька. Причем, также, вот обратите внимание, здесь нужно очень тщательно следить за качеством этих капелек. Несколько капелек, которые отвалились, они оставляют... Они царапают уже. Да, совершенно верно, оголенный металл, который повреждает нашу красивую шубу. А теперь, внимание, мужчины. Смотрите, что еще применяют в уходе за кошачьей шерстью. Это вот такая специальная, не знаю, бритва, не бритва, машинка для стрижки, как это правильно называется? Это называется триммер. Триммер. Видите, как я угадал, что мужчины прям сразу, да, вот. Тоже специальный для... Вот я вижу, здесь пэт написано. как раз вот этот малый триммер, он великолепен совершенно для шерсти кожи. Но, дорогие наши мужчины, пожалуйста, никогда не открывайте у своих жен, у их питомцев триммера, которые предназначены для шерсти. объясню почему. Вам достаточно одного и единственного раза, чтобы сделать себе красивую прическу, полубокс, и триммер придет в негодность. Он будет стричь вас, но никогда не будет стричь кошачью шерсть. Я вам больше скажу, и прическа у вас больше не будет полубокс. Предполагаю, имейте ввиду. Кстати, знаете, что самое страшное для всех вот тех инструментов, о которых мы с Надеждой говорим, самое страшное для них, это если их уронить. Но не совсем все инструменты, но большинство из них... Но вот грумер точно. Триммер, да. Грумер для... Триммер для грумера. Вот, триммер точно. Мне кажется, ножницы, которые филировочными... Ножницы, это самая больная всегда тема для любого грумера, да. Для парикмахера. Да. Потому что единственное падение и ножницы даже из хорошей стали можно уже просто выбрасывать. Приди в негодность, да. Вот, собственно, вот они, да? Да. И, безусловно... прям как кремлевская стена, зубцы такие, да, специальные? Да, их очень много. Это филировочные ножнички, которыми подправляют в соответствии со своим... И не только филировочные используются, да? Да, совершенно. То есть можно еще вот как-то там что-то где-то... А вот обратите внимание на конечки этих ножничек. Да, они такие каплевидные. Закругленные. Да, это отравматичные. Это при работе в зоне мордочки. А, чтобы, не дай бог, и нести травму. Да, совершенно верно. И тоже они такие вот здесь, достаточно зубчатые, вот с одной стороны, хотя абсолютно ровные поверхности. да, 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 да. Это для более четкой работы, более правильных клиник. Вот как раз никогда нельзя ронять ножничкой, но никогда нельзя, кроме кошачьей шерсти, ничего и не слить. По аналогии с триммером. А вот это что такое, Надь, скажите, пожалуйста? Вот это пилочка для ногтей, что ли? Не поверите, но вы совершенно правы. Да? Это пилы, это керамический кусочек, который применяется при маникюре. Вот при всем вот внешне он выглядит очень таким грубым, а он такой очень мягкий, на ощупь, то есть такая вот мелкодернистая. Вот как вы думаете, для чего мы его используем? Какие есть предположения? У меня такое ощущение, что вы вряд ли пилите им ногти. Совершенно верное предположение. Не ногти, это точно. Не ногти. Что так она подсказывает, что у нас осталось меньше трех минут? Спасибо, спасибо коллеги, уважаемые груберы. Посмотрите, у нас осталось меньше трех минут. Две минуты, пятьдесят секунд. И, собственно, мы скоро уже перейдем к оценке. К оценке вашей деятельности. Так, здесь тоже уже практически все готово. Здесь тоже уже. И вот, кстати, та самая пудра, о которой мы говорили, да, вот, которую можно придать правильный, не нужно было окрас, а выделить нужное. Выделить нужное и убрать ненужное. Убрать ненужное? Да. Ненужное в данной ситуации может, например, быть, излишнее количество каких-то запрязнений кожного стола, жира, чешуек каких-то непонятных. То есть, пудра абсорбент. А также эта пудра используется с точки зрения насыщения объема той или иной области. И антистатическое действие воздействие оказывает? Нет. Как раз после применения пудры любая шерсть кошки, она начинает становиться очень сухой. Но пудра же не только грязь и жир убирает, она еще флагу из волоса забирает. Понимаете, поэтому всегда после использования пудры мы применяем обязательно увлажняющий антистатический спрей, который позволит и объем сохранить, и сделать правильную структуру шерсти. А я обращаю внимание наших клуберов, что как только закончатся отведенные 30 минут, прозвучит команда руки на стол. То есть вы все инструменты должны будете убрать из рук и оставить животное в том виде, в каком оно уже будет к тому моменту, когда закончится время. Но, тем не менее, меньше полутора минут осталось. И вот я увидел вот здесь, за этим столиком, вот сейчас как раз мастер работает, какой-то нож такой специальный. Что это? Стражный. Стражный инструмент, да. Это на самом деле тременковочный нож? Да, совершенно верно. Ой, как просто все оказывается. Как раз это достаточно такой с мелким ножом, похож на обычный ножик, только в миниатюре, имеющий мелкие-мелкие засобные и супчики. Эти ножи, они могут быть различной формы, различной плены и различной частоты и высоты супцов. Такие ножики применяются для упрекания определенных форм, какой-нибудь области. Понятно. Меньше минуты осталось, уважаемые мастера, у вас, поэтому, пожалуйста, готовьтесь к тому, что скоро мы закончим работать с животными, как вы говорите, делать кошек. Меньше 30 секунд. Давайте уже следим за временем и сейчас мы, собственно, уже перейдем к тому, что подведем итоги очень скоро и поймем, кто же, чья работа самая-самая-самая оказалась. Но с точки зрения судей мы на себя смелость не берем, мы только с Надей заметили в самом начале какие-то нюансы. 5, 4, 3, 2, 1 секунда, все, мы закончили работу. Спасибо большое. Надь, ну давайте... приглашаем судей. Если у вас есть, если вам будет удобно, пожалуйста. Можно положить подстилку. Можно. Итак, давайте для начала представим судей. Возьмите микрофон, пожалуйста. Нам бы очень хотелось все-таки, чтобы все на вас посмотрели. Это человек величина с большой буквы в грумерском деле. Давайте, с вашего позволения я прочитаю титулы. Ректор Академии профессионального груминга Милорд, мастер-преподаватель, автор и разработчик уникальной программы обучения грумингу, мастер-грумер с 20-летним стажем, господин Новиков Денис. Я вот сейчас в этом окне... Ваши аплодисменты. Ну, собственно, Денис, вам судить, смотрите, пожалуйста, оценивайте, и очень скоро мы перейдем к подведению итогов. Да, можете по порядку, как вам удобно. Вот у нас, собственно, здесь животные, вот вокруг. У нас каждый участник, обратите внимание, имеет свой номер, каждый грумер кошачьих дел мастер безусловно, будет по достоинству оценен. Работа для судьи, безусловно, очень сложная. Здесь учитываются очень многие моменты, начиная от знаний породных стандартов и его максимального соответствия. Мы все видели, что было то, и что стало после процедур шоу-круминга, и, безусловно, будет оцениваться работа детально. Да, это вам не прическу полубокс оценивать. Посмотрим, что в итоге получится. Надежда, вот такой вопрос. А когда, собственно, судья рассматривает животное? Он оценивает не природные данные, которые есть у кошки, а вот именно ту работу, которая проделана грумером. То есть он видит, да, где что применялось? Он, безусловно, он не просто видит, но мы все равно учитываем породный стандарт принадлежности кошки к той или иной группе. И, безусловно, высокая оценка всегда, это тогда, когда грумер понимает и ловит это четкое, правильное соотношение родных собственных качеств и поистине природных данных. А еще я обращаю ваше внимание, уважаемые зрители, что судья, рассматривая животное, прежде чем перейти к другому животному, очищает свои руки. Что какой-то специальный спрей, Надя, и для чего это делается? Дело в том, что в нашем таком нелегком, я бы сказала, и на очень увлекательном занятии дезинфекции и вообще правила асептики и антисептики это первое очередное дело. Во-первых, разные микрофлоры, разные животные, разные запахи. Не нужно забывать о том, что контрактным путем передается огромное количество различных инфекций. Поэтому обратите внимание, у нас очень большая выставка ринговые судейства. Судья после каждой кошки, будь у него их 200, будь у него их 500 этих кошек, он обязательно обрабатывает и стол, и свои руки. Теперь понятно, для чего это делается. Ну, а еще у меня такой вопрос. Когда судья оценивает работу грумера, то есть степень подготовленности животного к выставке, мы прекрасно понимаем, что где-то что-то применялось, какое-то средство. Я не говорю сейчас об инструментарии, которые где-то что-то убрали с ножницами или вычисли, именно когда косметика применяется. Это в минус идет или не влияет на оценку животного? Я скажу одно, так как являюсь судьей Олдбрид достаточно много лет. Судья Олдбрид это судья по всем вородам, всепородный судье. И могу сказать следующее. Если я не вижу, что делалось с этой кошкой, но кошка должна ввести ее стандарт, кошка должна этому сажать. И главное правило не только любого кошачьего грумера, но и любого, наверное, заводчика и владельца шоу животного на руках у судьи не должно быть ощущений и остатков каких-либо препаратов. Это очень важно. А, то есть важно не спалиться, как говорится. Да, совершенно верно. Если мы там что-то набудрили, мы тут же это должны не переборщить. Не переборщить. Не переборщить. Так, это вот в паховой зоне, допустим. То есть все-все-все оценивается. Обратите внимание тоже, как бы и мордочка в деталях. Конечно, конечно. Все-все-все. И на самом деле это все абсолютно правильно, ведь оценивается каждая часть кошкиного организма должна быть оценена по определенному количеству своих баллов. А вот, кстати, возвращаясь к экзотам, о которых мы начали говорить, вот, короткомордые, широкомордые с большими-большими глазами. Ведь там же очень важен уход именно за зоной глаз. Да, совершенно верно. Мы это называем, это, наверное, более обширно, зоной мордочки. Из-за такого экстремального строения не только глаза могут слизиться, но очень часто, если не применяются, допустим, в специальной поилке, в которой мы именуем сухие усы, знаете, для хомячков такие бывают шариком. И кошку можно приучить к такой? Нет, ну не поверить, 90% владельцев персидских кошек и экзотических кошек как раз ну мелких собак в архицефальных пород используют как раз такие кипилки. Это спасение. Спасение почему? Потому что когда кошка в архицефальном типе, у нее другой анатомический строй, не только мордочки, но ее язык захватывает пищу совершенно по-другому. И кармата для нее специальная, например, на гитин-верси, или для взрослых, именно для персидских животных подобраны, с учетом анатомии такой кошки. Но как только такая кошка пьет водичку, у нас вода смешивается со слюной, и, к сожалению, не вся эта вода попадает по прямому своему назначению. Очень много остатков мы видим как раз на подбородке, в уголках губ. К сожалению, это правда. А каким образом мы боремся вот с этим? Как удаляются все эти вот подтеки в районе глаз, в районе нижней челюсти? Вот там вот. На самом деле это все настолько просто и элементарно. Давайте сторонку отойдем и перемешать. Это занимает буквально одну-полторы минуты всего лишь ежедневного ухожа. Это ежедневный ухожа. Да, мы не говорим о том, что мы отловили где-то в подвале нягу персидскую кошку, которая там полтунные, которая есть так грязная. Собережность придется немножечко побоевать, побороться и помочь ей. Но при регулярном уходе поверьте, даже абсолютно гибренно-белые кошки. Гибренно-черные кошки. Даже у них? Это не даже. Это самая сложная окраса. У них это больше всего видно. То есть этот монохром, он как раз-таки выделяет как контрастное... Совершенно верно. И как раз исключительно при регулярном уходе мы никогда с вами вот таких следов нарушений гигиены не увидим. А вот такой вопрос. Допустим, вы выезжаете летом на дачу и любимца с собой берете и там он живет вольхотный, можно сказать, практически приближенный к диким условиям жизни. Когда вы возвращаетесь в городские условия, в условия квартиры, нужно незамедлительно приступать к грумингу, подготовке животного или можно подождать за неделю до выставки? Нет, нет, никакие за неделю до выставки быть не может. Может случиться такое, что векла свекистка на даче до практически появления снега, и вот захотела она прийти к нам на гран-при роял канинный, и пришла кошечка, допустим, вчера в пятницу в груминг-салон, и после первой же помывки оставила она там больше половины своей шерсти. Это факт. А почему это происходит? Потому что смена микроклимата пребывания кошки, плюс не забывайте о том, что кошка в дикой природе, уличные дома, кошка, которая у нас гуляет и зимой, и летом, и весной, и осенью, в любую погоду на улице, и не пребывает в помещении, посмотрите на этих уличных кошек, они всегда в отличной кондиции, они всегда блестящая шерсть, несмотря ни на какую пыль, грязь, еще что-то, так как эти кошки, у них все... У них не меняется. Совершенно верно. Это природа их такими создала, но наши домашние кошки мы их приручили, мы из них скепили то, что нам нужно, поэтому мы им обязаны дать необходимый уход. Теперь понятно абсолютно значение фразы «мы в ответе за тех, кого приручили». Совершенно верно. Мы, извините, приучили к горячим батареям, к душам и ко всему прочему. к генам. К генам и даже к косметике. Да. Что уж тут говорить. Так, у нас уже три животных оценены, вернее, давайте это поправильно говорить. Работы трех грумеров оценили. Да. Мы не животных оцениваем, сейчас именно работу грумеров, специалистов. На очереди еще две кошки. посмотрим, к чему придем. Самим кошкам по-моему, абсолютно нет, никакой разницы будут глядь первыми, вторыми, третьими. Они абсолютно спокойны, начнем с этого. поверьте, ни разу. Так, посмотрим, что дальше у нас будет. А может быть, давайте еще немного, вот, кстати, о косметике поговорим. Вот здесь я вижу всякие спреи выставлены, разные какие-то вот брызгалки, которые использовались. Всевосложные. Вот, вот, 3D полюмайзинг. Это спрей для того, чтобы придавать объем. Совершенно верно. Каждый пучок кошачьего волоска, он похож на закрытый зонтик. Я всегда его сравниваю с укропом. Ага. Когда этот укропчик у нас растет и раскрывается, то мы действительно имеем после применения такого зонтик вот укропный, да? Да, оно очень красиво раскрывается и мы не только видим этот объем, но мы также его тактильно можем ощущать. Это применимо в тех местах, где это необходимо, не на всего канала. Ага. Это, ну вот, если говорить именно вот о нашем маскараде. Ну, вот, например, у нефских маскарадных кошек, у стандарта, должны быть очень красивые, лохматые, дародники, объемные, должны быть объемными штанишки и хвост. Штанишки и на передних, и на задних. На задних, ладно. Или там на передних, это не штаны? У нас там не штаны на руках. У котов тоже не штаны. А, то есть там у них рукава, да? На рукава мы не обращаем внимания, только на штаны. Анатомическое строение как раз способствует тому, чтобы именно штанишки, задние штанишки. Как это наносится? Можно сразу на шерсть или? Зона задней области, то есть штанишки плюс хвост, мы это будем наносить непосредственно на шерсть, но в зоне около мордочки ни один препарат в виде спрея не может наноситься. То есть в частности область воротника, она может быть обработана только путем нанесения непосредственно на, ну, например, вот на такую замечательную щетку. Элементарно наносите на щетку. Почему это нужно делать? Всключительно так, при работе с головой, чтобы не было в дыхании микрокапелек для тех препаратов. Чтобы, не дай бог, там, да, вот на слизистую не попало, потому что это тоже стресс. Это не только стресс, препарат, который создает подъем. Не все препараты... Все-таки химически, что же нам говорили? Не все препараты имеют, скажем так, не имеют вкуса, да, то есть у них есть свой вкус, свой запах. И если, ну, думают, что нам вакуум давалось, он не токсичный, непосредственно в зону нашего лица, думают, что, да, мы от этого не сильно пострадаем, но приятного нам будет мало. Согласен. А у животного-то тем более. Так, что бы еще такое вам рассказать, чтобы вам такое еще показать, необычное. Вот, кстати, необычная щетка, я вот смотрю, она с одной стороны какими-то... с капельками. С капельками, да, о которых мы говорили, а здесь она такая вот с щетинкой. Это вот та самая щетина, которая... Панировка. Так, покажите какую-нибудь необычную щетку. Есть у вас какая-то экзотическая? Кабана, ой, извините, видели. Это мы показываем. Вот. Вот. Расчесочка очень часто применяется исключительно при работе с мордочкой и верхней частью головы. Там, где шерсть самая коротенькая. Вот при таких красивых, пушистых шубах мы также сможем сработать в зоне лап. В зоне передних лап. В передних штанов. В зоне рукавов. Все уже. Вы меня сейчас начинаете уже подкалывать, Надя. Хорошо, я понял. Спасибо большое. А вот, кстати, давайте еще кое-что вот рассмотрим. Вот здесь вот дезинфектор, это понятно, это нужно. Вот какие-то тоже специальные пудры. Вот обратите внимание, как раз здесь другой вид пудры. Она, кстати, не пахнет. Она и не будет пахнут. Это не пудра-абсорбент, а это как раз оттеночная красащая, маскирующая пудра. Для чего она нам нужна? Если мы с вами возьмем, как перчиком посыплем всю кошку, то, к сожалению, уже с кошки после первого же прикосновения будет пачкать и ваши руки, и руки эксперта. Это безусловно. Но такие цветные пудры, они очень с вами нам нужны, когда маленькие часточки нужно подчеркнуть. Пудра бывает, естественно, абсолютно всех цветов, от белого до черного, и красной, и голубой, и светло-рыжий, и перчиков, и какого угодно. Но поменяется она исключительно точечно для малюсих нюансов. Мы это называем нюансами, по-другому мы это не называем. А тем временем судья уже перешел к последнему животному и оценивает работу пятого грумера. и посмотрим скоро на оценки, что же такого вам выставит наш судья. Хочется сказать, что груминг это, конечно, здорово и замечательно, но скажите мне, пожалуйста, вот может ли обычный владелец животного освоить ну, скажем так, за какое-то короткое время азы, мастерства и, собственно, не ходить в салон и одеть на все на дому. Я всегда к этому призываю. Вам даже из дома можно не выходить. Элементарно просто понять анатомию, потратить буквально несколько часов своего времени для понимания этого и практика, постоянная практика хотя бы раз в наши 4 недели, раз в 28 дней практиковать. А, кстати, а почему 28 дней? Это, наверное, тоже особенность кошачья. Да, на самом деле каждая, вы знаете, что каждый живой организм, каждая клеточка имеет свой цикл. Так. Безусловно, и каждая фолликула волосяной и каждая клеточка тоже кожа имеет свой цикл. И этот цикл как раз кожа и шерсть кошки равняются приблизительно 28 дней. А я-то думал, может быть, к луне как-то привязаны это все. Но это не означает, что раз в 28 дней кошка, как кобра, скидывает с себя полностью всю шерсть. Она делает, мне кажется, это постоянно, но по чуть-чуть. Да, совершенно верно. Разные временные интервалы. У пушистых замечаете, у непушистых не замечаете? У непушистых замечаем еще пущим вариантов. Серьезно? Как? Ну, кошки по своему опыту могу сказать, у меня есть совершенно чудесный котик, ориентальный короткошерстный. Назалось бы, у него там три волосинки, ничего нет. И то брови, да. Три волосинки и те брови. И то брови, да, совершенно верно. И вы знаете, как раз, если этого кота не мыть элементарно раз в 2 недели, моя одежда, мои диваны, все, как в новогодних иголках. Семен Семенович, мы же говорили об этом. совершенно верно. То есть, вот этот вот жир, который выделяется порами кожи, он не на подшерсток выходит, а именно на кожу и остается. совершенно верно. И когда сыплется вот такая шерсть, а у восточных кожи шерсть, она очень тугая, плотная, короткая, и все это элементарно впивается просто вам в одежду. И приятно. Не то слово. Никоту тоже. Слушайте, я так понимаю, что мы уже буквально переходим к подведению итогов. Осталось не так много времени. Подсчет баллов, я предполагаю. Подсчет баллов. Пошла уже математика, Надежда. Теперь уже осталось только посчитать все и посмотрим, что же у нас в итоге получится. Кто из мастеров груминга у нас уйдет сейчас с этой сцены уже с кубком? И с определенным таким ощущением, какой-то своей хоть маленькой победы с учтением феерии. И это прекрасно. А еще приятнее будет мастеру, когда животное, которое он подготовил, вернется на эту сцену завтра ближе к вечеру. Вот это будет шоу. Абсолютно согласна. Ну что ж, ждем решения сутьи. И сейчас, кстати, нужно понять еще, Надежда, такой вопрос. Мы оцениваем в какой схеме? У нас будет третье, второе, первое место или пятый, четвертый, третье, второе, первое место? Я думаю, что в этот момент уточним. Я просто два кубка точно видел. Это чудесно. Я думаю, что разбивка будет по американской системе. Это как? С последнего по первое. Пятый, четвертый, третий, второй, первый. Хорошо. Посмотрим. Да, но это будет исключительно как бы решать наш уважаемый судья. По вопросу, как происходит вообще там подсчет баллов. Это на самом деле все очень просто и очень элементарно. Не важно, судите ли вы под вас в мод. Судите ли вы кошек, судите ли вы как эксперт на растения, как выращивать там все, что вы можете. Да, тех же аквариумных рыбок. Тех же рыбок, да, совершенно верно. Есть определенные стандарты определенных действий. Есть баллы. Вот и все. Максимальный балл сколько? Каждый для себя. А, у каждого судьи своя шкала. Да, безусловно. Ну, одинаковая ко всем. Ну что, друзья мои, я передаю микрофон судье, и сейчас мы узнаем, кто же из губеров оказался самым-самым лучшим. Прошу вас здесь. Добрый день, дамы и господа. Мы подвели то, что называется итоги, посмотрели на результат работы мастеров, на наших прекрасных моделей. и после подсчета я могу объявить результат. Итак, пятое место, последнее, у нас получает участник под номером 4. Ваши аплодисменты. это молодая кошечка, у нее еще все-все впереди. Как я изначально говорила, это самая сложная с точки зрения техники. Четвертое почетное место получает участник под номером 5. замечательный представитель породы. Но мы оцениваем не только модель, но в том числе и работу мастера. С небольшим отрывом у нас получает третье место участник под номером номером 1. Я не знаю, насколько здесь применима терминология скачек, но действительно ноздря в ноздрю и с минимальным отрывом у нас побеждает участник под номером 3. Это первое место. И участник под номером 2 получает второе место. от себя мне бы хотелось сказать, что это очень нужное мероприятие. то, что котики завоевали у нас весь интернет и это неспроста. Мое личное мнение, я считаю, что наши спонсоры и наши жюри подготовились плохо к этому конкурсу, потому что призов на всех не хватило. Я бы оценил буквально вот каждого представителя кошачьей династии. Мы ведь учтем следующее корпусе. Обязательно, потому что Денис, я сейчас сгоняю. Некрасивых кошек не бывает, а мастерам нужно просто-напросто не успокаиваться на достигнутом, всегда идти вперед и как каждый художник, они должны быть всегда злыми и голодными. Вот, злыми до работы и голодными до успехов. Поздравляю вас! Спасибо большое, Денис, спасибо большое. У нас действительно первый раз на гран-при Роял Канин вот не просто мастер-класс по громингу, а уже целый конкурс. Ну, мы прави это устроить, потому что уже сколько можно рассказывать о ней, сколько можно показывать, в конце концов пора уже посмотреть, чем мы научились. И вот, кстати, ваши аплодисменты нашему победителю. В рамках выставок выстава кошек это Россия первый конкурс громера позже. Вот, собственно, рекорд, о котором я и говорил. Мы очень любим устраиваться. Уникальный, совершенно проект, который случился именно на этой замечательной выставке Гран-при Роял Канин. Здорово. Спасибо большое. Ну что, давайте аплодировать еще раз Ваши аплодисменты нашим участникам. Нашим губерам спасибо огромное. Ну а участникам выставки я вас умоляю. Давайте, кстати, сделаем коллективное фото. Да, давайте. Давайте, соберитесь все. У нас есть вот тут специальный респондент, молодой человек, который знает, как это делать. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok